Первый чемпионат по хоккею с шайбой среди полицейских на Кубок главы МВД завершился в Петропавловске. Его приурочили к 20-летию столицы. Два дня стражи порядка из четырех областей Казахстана боролись за главный трофей. Как это было, знает Анна Житская. Эти полицейские могут не только задерживать преступников и раскрывать сложные дела. Они также ловко управляются с крюшкой и шайбой. Позади у каждой команды шесть игр. Сильнейший получит Кубок главы МВД. Боевые игры, скажем так, не самые. Команды показали неплохой хоккей. Так что, я думаю, в будущем это традиционный будет турнир. За время чемпионата случались игровые моменты, без которых невозможен хоккей. Были и удаления, и драки. По итогам соревнований главная награда досталась североказахстанским стражам порядка. Ренат Рахимов занимается хоккеем с детства. На службе в органах два года. Говорит, без усиленных тренировок после работы не смогли бы победить. Сначала проходили областной турнир. Там уже проходил отбор. После этого у нас сборы были. И на сборах уже смотрели, кто как играет. После этого тренировки проходили два раза в день. Все-таки первое соревнование на таком масштабном уровне проводят. Ребятам этим ребят мотивировали. Второе место у команды Акмолинской области. Стражи порядка столичного региона к чемпионату готовились шесть месяцев. Их команде уже два года. Мы набрали тех перспективных ребят, которые имеют представление о хоккее, которые, конечно, был отбор у нас определенный. И отсеивали тех ребят, которые, может быть, нас не устраивали в чем-то. Третье место заняли кустанайские полицейские. Без внимания не остались старания отдельных игроков. Лучшим защитником признали Марата Нажемеденова из Павлодарской команды. Ее же наградили за волю к победе. Звание лучшего вратаря получил Ренат Набиев из Кустанайской области. А лучшим бомбардиром стал Евгений Югов из команды Североказахстанского ДВД. Завершилась торжественная церемония награждения музыкальным подарком. Анна Житская, Михаил Казначеев. Новости МТРК.